В полной тишине воспитанники детских садов усердно раскрашивают свои рисунки красками и карандашами. Одни ребята селят на льдиных тюлени, другие изображают полярных медведей. У кого-то над белым безволовием северных широт появляется северное сияние. За проведением фестиваля следит судейская коллегия. Они рисуют, кажутся, свои техники. У них разные представления о Сирии, о Бартике, о Антарктике. Это здорово, поэтому пусть они именно свои мечты и свои представления нам расскажут в форме рисунка. Очный этап фестиваля «Арт Атом Сити» проводится по строгим правилам. Все прошедшие заочный отбор допускаются до очного этапа, на котором они работают в присутствии педагога. Никакой помощи в рисовании он им не оказывает. Условия конкурса позволяют работать над своим проектом несколько дней. У нас прекрасно есть возможность, собственно говоря, сравнить. Даже если автор будет повторять работу, либо нарисует новое, можно посмотреть тенденцию ребенка, ну или в всяком случае оценить возможности помощи педагогов, родителей. Все работы заочного тура и фестиваля представлены в фойе Дворца детского творчества на выставке «Ледовая фантазия». Порядка ста детских рисунков показывают красоту северного и южного полюсов, а также возможности человека в освоении Арктики и Антарктиды. Работы представлены в двух номинациях – «Станковая живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Это совершенное волшебство, потому что настоящая непосредственность, искренность в рисунке. Посмотрите, какие сегодня медведи, а какие нынче корабли, ледоколы и льдины. Просто замечательно. Члены жюри внимательно следили за проведением очного этапа и оценивали рисунки заочного тура. По их мнению, выбрать лучшую очень трудно. Все работы, представленные на конкурс, показывают увлеченность ребят в тему фестиваля. Так приятно, что дети с удовольствием все рисуют, они так ответственно это делают. И интересно смотреть на их лица, потому что они все в этих рисунках, в этой теме. После завершения очного тура жюри подведет итоги муниципального этапа фестиваля «Арт Атом-Сити». В каждой номинации будет определен победитель и два призера. Торжественная церемония награждения состоится 29 марта во Дворце детского творчества. Начало в 10 часов. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.